Всем привет, дорогие друзья! Это седьмая глава рассказа о сюжете Линейдж 2. Война богов с преданной отцом и униженной всеми Шилен, последовавшей после этого из-за некомпетентности Евы Всемирный Потоп, высокомерие и жестокость Эйнхасад, приведшие к восстанию в Магмельде, заточенных там как в тюрьму героев и расправы над ними, а также легкомысленность Эпохоть Гренкайна, светшие с ума короля гигантов Харнака, посеяли недоверие в умах гигантов, и это имело большие последствия. В этом видео мы поговорим о эпохе и достижениях Нижних Гигантов, создании големов и строительстве башни Крумы, поведении химерных существ, болезни полнолуния и создании расы Махумов. Произошедшие по вине богов катастрофы заставили гигантов усомниться в мудрости богов и во всем полагаться лишь на свои силы и разум. Благодаря своим природным способностям и данным богиней Мафор знанием абсолютной геометрии, гиганты делали открытия в самых разных областях, подчиняя себе окружающий мир. Они делились знаниями и с другими расами, например, гномов они учили различным инженерным дисциплинам, чтобы те помогали им в производстве. Также в Л2М говорится, что гиганты передавали свои знания Брайто, одному из первых созданных Шилен эльфов, отчего он стал более могущественным, чем они сами. Однако после войны с Шилен, Эйнхасад жестоко наказала созданных ей эльфов и Брайт не мог выдержать страдания своих соплеменников. Разыскав Эйнхасад, он вызвался принять на себя ее божественный гнев, направленный на эльфов. Хотя гиганты того времени в основном еще боялись богов, некоторые их представители считали себя более могущественными, а значит и более достойными править миром. Одним из таких бунтарей был Гермункус. Легенда гласит, что однажды он даже заключил пари с богами и украл их сокровища, но Гренкаин перехитрил Гермункуса и вернул похищенные. Интересно, что молот Гермункуса был еще в С1, то есть сам Гермункус уже был в лоре, как и Харнак. Со временем гиганты все более и более отдаляются от богов, стремясь к независимости от их божественных прихотей. Гиганты нижней эпохи изменили свой подход к изучению магии. Они отошли от принятого в верхнюю эпоху принципа обращения к изначальным энергиям и стали рассматривать магию как науку, опираясь на физические законы мира. Развитие науки сделало возможным то, чего раньше и представить было нельзя. Изучая упавшие на землю метеориты, гиганты нашли в них металл Небулит. Оказалось, что при правильной обработке крошечное количество Небулита может производить огромное количество энергии. Небулит позволил значительно усилить магию, а также создать ядро жизни для оживления механизмов. Это открытие позволило гигантам создать искусственных существ, големов, которые стали выполнять тяжелую работу. Осколки Небулитов, звездные камни, содержащие в себе силу звезд, позволили оживить этих существ и поддерживать в них энергию. В игре встречаются три вида големов. Магические, представляющие собой груды камней, оживленные силой Небулита. Механические, роботизированные машины, созданные из различных механизмов для выполнения определенных задач и приводимых в движение энергии звездных камней. А также големы типа Сусцептор, состоящие из нескольких независимых кубических блоков, каждый из которых постоянно движется в тандеме с магическими силами. Такие големы обладают высоким искусственным интеллектом и способны управлять другими големами. Големы гномов в игре также созданы на основе исследований технологий гигантов с использованием звездных камней, что рассказывается в ряде квестов, где игрок либо приносит звездные камни для создания големов, либо извлекает их из древних големов. На концепт-карте Грации есть место с названием Завод ГЭ. Как стало известно из нашего интервью с создателем Lineage 2 Раулем Кимом, это было место, где на полностью беспилотной автоматизированной линии производились механические големы для строительства мостов. Название ГЭ означает «Гигант Электрик» и было позаимствовано разработчиками у General Electric. Создаваемые големы работали над строительством огромного моста, соединяющего материк Аден и Грацию. Данный мост изображен на концепт-карте вместе с расположенным перед ним сторожевым постом с таможней. На момент релиза в игре была дорога, ведущая к мосту, которая по сути вела просто в тупик к морю, что выглядело странно, но как теперь понятно, это была часть более грандиозного плана. Мост в игре так и не появился, но со слов Рауля планировался как масштабная пвп локация и даже упоминался в легенде и в последних обновлениях в книге сказаний героя. Гиганты преуспели в создании парящих камней, позволявших поднять в воздух огромные дирижабли, колесницы и даже целые города, как например Исагир и новую столицу Гранд Ферион. О летающих дирижаблях гигантов рассказывалось еще в хрониках в диалогах старейшины черной наковальни Айрина. Желая стать равными богам, гиганты искали способы обрести бессмертие. Благодаря развитию науки они научились кибернизировать свои тела, значительно продлевая и без того долгую жизнь. Обретая силы и качества, ранее доступные лишь богам, гиганты все более задавались вопросом, разве боги, по вине которых на земле случились страшные катастрофы, заслуживают ту огромную силу, которой они обладают? В то же время сами гиганты могли передвигаться на колесницах, сделанных собственными руками и имели свободный доступ во дворец богов. Они также могли использовать магические знания, чтобы поднять в воздух острова и жить там словно боги. Несмотря на свою мудрость, гиганты стали чрезмерно высокомерными. Так они пришли к мысли о своем равенстве с богами. И однажды они пожелали занять место богов. Для этого гигантам нужно было оружие, способные нанести им урон и армия существ, не подчиняющихся богам и свободных от ограничений, которые они дали другим смертным. Гиганты стали работать над созданием новых существ и достижением собственного бессмертия. Для этого они развернули сеть тайных лабораторий по всему континенту, где проводили широкомасштабные биологические эксперименты с живыми существами. В землях нынешнего Диона гиганты построили огромную башню, которая использовалась в качестве мобильной крепости и исследовательского института. Свои исследования они начали с существ Генезиса и выбор места для башни был не случайным. По файлам игры удалось установить, что огромный полуразрушенный ствол в топях возле башни является древом жизни, подобным тем, что растут в землях эльфов. Интересно, что на скриншоте 2002 года древо немного другое, при этом его неиспользуемая модель даже сохранилась в ранних клиентах. По ней можно понять, что древо сломалось не от возраста или собственной ветхости, а целенаправленно свалено перетянувшими ствол и ветви канатами. Тысячелетний ствол древа жизни, возникшего вместе с материальным миром и давшего начало многим растениям, пережившего всемирный потоп и глобальные катаклизмы, не устоял перед силой стянувших его массивных канатов, пав жертвой уродливых экспериментов. Жрица Гливка в квесте Проповедник Храма рассказывает игроку, что гиганты в древности захватили двух из четырех огромных миролюбивых черепах Крума и приковали их к башне, чтобы экспериментировать над ними. Скованные массивными стальными цепями Крумы могли передвигаться только по очень ограниченной территории. На панцирях Крум гиганты стали возводить крепости, которые должны были использоваться в битве против богов. Сама же башня, согласно гайдбуку, изначально парила в воздухе и должна была передвигаться за счет тяговой силы черепах. Для управления башней гигантами был создан суперкомпьютер с искусственным интеллектом — Ядро, контролировавшее все процессы в лаборатории и разум создаваемых существ низших рас. В работе гигантам помогали созданные ими различные големы, которые также защищали лабораторию от постороннего вторжения в случае срабатывания сигнализации. Сверху башню защищало созданное гигантами магическое существо Мартас, а на этажах расположились голем Карномакос и отряд Сусепторов, подчиняющихся командам искусственного интеллекта Сусептора Архонта. Лабиринты башни стали биологической лабораторией по созданию новой жизни. В комнатах и коридорах проводились опыты над животными и растениями и содержались неудачные плоды экспериментов — уродливые формы жизни с низким интеллектом. Чудовища торфы, гуманоидные растения и декоры, тролли према и создание непонятной расы с двумя головами, называвшими себя према и прайм. В ходе череды экспериментов гигантам также удалось вывести новые виды насекомоподобных существ — стакката огромных муравьев, пауков, пчел и пиявок. А в ранних годовских обновлениях упоминалось, что гигант Ирмедос создал цветы кардии, способные атаковать физическими и магическими атаками. Экспериментируя с живыми существами и парящими камнями, гиганты создали множество разновидностей уродливых летающих монстроглазов. Некоторые существа, как например Сакум, показанные в обновлении Godus of Destruction, после создания оживлялись с помощью сияющих камней, поддерживающих в них жизненную энергию. Сияющие камни использовались гигантами и для усиления своих тел. Несмотря на существенные успехи в выведении новых форм жизни, гиганты все еще не могли достичь желаемых результатов — вывести расу с высоким интеллектом, большой силой и выносливостью, то есть объединяющую качество сразу нескольких рас. Первые успехи в этом направлении были достигнуты гигантами из лаборатории на континенте Грация, которые научились создавать химерные организмы. Уникальным источником информации в этой теме для нас стал официальный гайдбук, раскрывающий очень много интересных, нигде более не показанных подробностей. Технология создания химерных существ уходит своими корнями в изучении болезни полнолуния, распространенной на континенте Грация. Регион Кардиф был местом, где в течение долгого времени бушевали эпидемии страшной болезни, которой были подверженные люди, бывшие тогда рабами гигантов. Люди, которые в джунглях сталкивались с духами джунглей, заражались от них спорами, из-за чего периодически превращались в полуволков, теряли рассудок и убивали всех кругом, даже своих родных. В самых ранних хрониках на Говорящем острове был ивентовый моб Оборотень Врикалакс, который выкрикивал реплики о том, что этот мир проклял его и он заставит всех почувствовать его боль. Очевидно, Врикалакс под проклятием подразумевает как раз таки болезнь полнолуния. Ученые-гиганты, заинтересовавшиеся этой эпидемией, создали лабораторию и начали исследования. Эти джунгли и лаборатория отмечены в регионе Кардиф на концепт карте Грация. На равнинах Диона можно встретить мобов с припиской «кардифский оборотень», с которых падает лунный цветок, распускающийся только в лунном свете, что отсылает к болезни полнолуния. До найденной Егором в гайдбуке информации, принадлежность оборотней к кардифу мало что значила и только потом стало понятно, для чего нужна эта приписка. Как в Л2 часто бывает, в игре есть множество разбросанных паззлов и совершенно непонятных намеков, которые можно сколько угодно пытаться составить между собой, но становятся очевидными и обретают смысл они только после того, как где-то находится полная картина, расставляющая все на свои места. В результате исследований болезни полнолуния гигантами был разработан метод постоянного поддержания полузвериной формы и подавления агрессивных инстинктов путем извлечения и трансплантации природных генов оборотня. Так был создан первый зверо-человек. Племя оборотней — это ранняя модель зверо-людей, созданная в это время. Однако поскольку они были разработаны с упором на улучшенные боевые возможности, у выведенных оборотней были проблемы с короткой жизнью, психической нестабильностью и сложности с контролем. Поэтому их решили утилизировать, но они показали большую плодовитость чем ожидалось и их потомство быстро расселилось по континенту и живет до сих пор в самых разных локациях на карте. После осознания тупиковости дальнейшей работы с генами оборотней гиганты решили использовать в своих экспериментах ген гиены. Новые существа должны были преодолеть недостатки оборотней. Так был разработан средний тип зверо-людей — Олмахум — гиена-человек. Чтобы преодолеть недостатки оборотней, Олмахумам было дано более высокое мышление, психическая уравновешенность и долгая жизнь. Кроме того, дополнительно были выведены Олмахумы, наделенные улучшенными способностями для командования другими Махумами. Потомки этих командиров и сейчас правят племенами сородичей, используя особые способности, чтобы мысленно контролировать своих соплеменников. Очевидно, это отсылка к боссу Талакину в лагере партизан, в описании которого говорится, что являясь потомком древнего лидера гнолов, созданного в эру гигантов с помощью манипуляций над генами, он также как и его предок может управлять умами своих подчиненных. И тут мы снова видим крохотную часть информации, в полной мере осознаваемой только после находки гайдбука. Наряду с применением генов гиены, при создании новых форм жизни гиганты использовали гены льва. Так появились Олмахумы — средний тип зверолюдей, созданный примерно в то же время, что и Олмахумы. Олмахум имеет ген льва, а особи мужского пола характеризуются коричневой или белой гривой. Кстати, в клиенте есть моб Олмахум женского пола, который в игру так добавлено не был. Впоследствии некоторые сфинксы в награду за свою службу даже станут частью аристократии в человеческом государстве на Грации. Речь о беженце Лео, в описании которого указано, что он аристократ из Грации. На момент игры наиболее известны Олмахум Нурка, лорд крови, командующий отрядом кровавого топора, кровавый монарх Гата и Шака, главарь группы Красного Флага. Существует арт, где можно видеть Олмахума верхом на слоне. Слоны, очевидно, должны были жить в джунглях Кардифа. В игре на Фреи появляются также Сельмахумы, подробности их создания не раскрываются, но очевидно их происхождение то же, что и гиена и львоподобных махумов. Экспериментируя с различными низшими расами, гиганты обратили внимание на огров, которые обладали чрезвычайно низким интеллектом обратно пропорциональным размеру своего огромного тела. Их мощные тела привлекли внимание гигантов и использовались в качестве синтетического материала для химерных организмов. В результате было создано племя Ом, гибридная раса огров и земных гномов. Омы использовались гигантами в качестве рабов для работы по добыче руды. Одна из таких шахт-гигантов, выродых Омами, позднее станет местом, где поселятся проклятые бурые эльфы. В Линейдж-1 Омы до сих пор населяют самые глубокие части пещеры. Наилучших результатов в поведении зверолюдей гигантам удалось добиться при использовании генов волков. Так, ими были получены кельмахумы. Они получили более стройное тело и продвинутый ум, чем у оэльмахумов, выведенных с применением генов льва. Кельмахумы, согласно гайдбуку, подразделяются на племя Алгейт с серебряной шерстью, черношерстных кельмахумов племени Пуру, белошерстных Альбус, сине-шерстных Путура и рыже-шерстных Пуники. Благодаря своему высокому интеллекту кельмахумы стали играть ведущую роль среди зверолюдей. Однако все химерные существа были созданы на основе существующей жизни, а значит не могли выйти за пределы, установленные богами. Книга сказаний героя указывает, что многие боги знали об экспериментах гигантов. Однако жизнь, созданная в то время гигантами, представляла собой лишь грубую вариацию уже существующих форм, а создания, сотворенные ими, были даже слабее созданий Гренкайна. Боги видели их исследования и рассудили, что они не таят в себе опасности. Боги больше были заняты изучением концепции смерти, возникшей из-за мира смерти Шилен. Им не было дела до каких-то слабых гигантов с их обреченными на провал экспериментами. Но пока боги были заняты своими делами, цивилизация гигантов становится все более могущественной и вскоре сможет бросить вызов самим богам. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Также буду рад видеть вас в нашем телеграме. Благодарю всех, кто поддерживает канал лайками, комментариями и донатами. Это является большой мотивацией продолжать делать видео. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих роликах.